Дальнейшая модернизация сельского хозяйства. Это стало главной темой рабочей поездки президента. Александра Лукашенко сегодня встречали в Крупском районе, где его давно, кстати, ждали. Земли здесь взял в оборот агрокомбинат Держинский. Эффект не заставил себя ждать. Речь шла о том, как развиваются мощные игроки на аграрном рынке и как помогать отстающим. Им неизменно, считает глава государства, нужно подставлять плечо. Идти по пути укрепления хозяйств – это, как показывает жизнь, верное решение. Ведь на агропредприятиях в регионах, помимо производственной, есть и социальная миссия – помогать местным жителям. Почему это так важно и какой философии в аграрном вопросе придерживается наш президент, знает Наталья Бреус. Здесь зреет наша колбаска, самая вкусная колбаса, которую мы производим. Чтобы дойти до кондиции этим сыровяленым колечкам, нужно время. На пустой желудок сюда лучше не заходить. Ароматы такие, что слюнки текут. С такими закромами новости о грядущем мировом голоде воспринимаешь как-то спокойнее. У нас хватает мяса, накормим всю страну, это 100%. Чисто 100% мяса, никаких ГМО. Для того, чтобы получились такие деликатесы, нужно попотеть. За аппетитными продуктами на прилавках всегда большой труд на земле. И начинается все не здесь. Лет пять назад в Крупский район пришел мощный интегратор, агрокомбинат Держинский. Под свое крыло взял пусть не половину, но процентов 40 земли. Переработчику нужны корма, району импульс. База была, но ситуация не ахти. Поэтому активно взялись за обновление и строительство. Новые птичники позволят прибавить по мясу. Президента в районе давно ждали. Не раз слышали от лидера, планирую у вас побывать. Сегодня здесь есть чем похвастаться. Можно было и не рассказывать. Историю развития этих земель президент знает от и до. Тема сегодняшнего нашего урока – это дальнейшая модернизация сельского хозяйства. Под тема спасения утопающих. То есть, как я когда-то говорил, примерно половину хозяйств у нас хорошо работают в стране. Из оставшейся части, половины – это хозяйства, которые при нашей поддержке и помощи выкарабкаются. 25% от всех хозяйств – это хозяйства, как я их часто называю, убитые. И нам надо их спасти. Потому что там есть люди, пусть немного, но есть, которые хотят работать. Там есть самое главное – плодородная земля. Какие пути? Мы уже обсуждали этот вопрос. Некоторые хозяйства придется нам объединять в крупнотоварные. И с нуля, как это было на Мядельском районе, с нуля восстанавливать вот все, что мы видим, эту красоту и так далее и тому подобное. То есть, надо восстанавливать. Некоторые хозяйства продолжаем присоединять к промышленным предприятиям. От этого никуда не денешься. Ну, и это справедливо. Промышленные предприятия выкачивают рабочую силу из деревни. Людей где-то не хватает. И промышленность – это высокого уровня люди. Поэтому им надо долги отдавать в какой-то части. Поэтому будем присоединять. И вот я в Гомельской области недавно одобрил предложение правительства о присоединении сельскохозяйственных колхозов, совхозов, предприятий к промышленным предприятиям. Ну, а в случае с Держинским и Крупками интересы совпали. Производителю нужны были корма, где их взять без земли, а району только на пользу приход агропромышленного сила-часть технологиями, системой и современными подходами. Куруцу, соломой и сеном не накормишься, ножом, силосом тоже. Поэтому нужно зерно. Он бы мог закупать это зерно в России еще где-то и жил бы припеваючи. Но в чем его ценность? Молодец, конечно, и губернатор тут подсуетился. Молодцы. Они начали вот землю отдавать ему. Бери землю, распахивай, приводи в порядок, получай зерно на этой земле колоссовых кукурузы или рапса и корми кур. Я подвел к чему? Это не только показать формы и методы подъема этих 25% хозяйств, которые по стране еще в тяжелом состоянии. Но чтобы ваш контроль, прежде всего, Леонид Константинович, комитет о госконтроле, никакого зерна со стороны мы закупать не должны. Этот следующий год, вот зима, пусть думают, у нас хватает земли для того, чтобы производить здесь зерно, кормить свою птицу, свиней, да и говядину, молоко, мясо тоже комбикорма нужны. Перерабатывать это зерно в хорошие комбикорма и кормить скотину, получать мясо, молоко. Вот простая арифметика. Если вспомнить, то по пути укропнения на селе пошли не вчера. Как чувствовали, уже прежде анализировал президент. Дробить на куски предприятия и землю не стали, дележкой не занимались. С оговоркой для фермеров. Ничего личного, но, как видим по соседям, ничего хорошего зачастую из этого не получается. Я думал, у тебя березино самое слабое, что год назад я спрашиваю, что у тебя березино нет, говорит, березино мы вытащим, мне крупки надо. И вот он подставил свое плечо, вот я тебе жму руку, спасибо тебе большое, молодец. Он решает и государственную задачу. Ему тысячу лет, грубо скажу, не надо ни деревни, ни люди, ничего не надо. И ты здесь, ему надо земля, а нам надо, чтобы он и людей присмотрел. Почему я держусь за крупнотоварное хозяйство, за эти колхозы, совхозы? Они деревню держат, они содержат деревню. И мы тут создаем городки, это процесс длительный. Мы будем тут долго еще работать, чтобы дороги были хорошие, торговля была, детские сады, школы на злобу и так далее и тому подобное. Это еще длительный процесс. И вот эти председатели, по-старому говоря, колхозов, директора совхозов, тащат на себе вот эту социалку, которой должна заниматься государство. Поэтому для меня, а не для вас, люди государственные, руководители предприятия. Мы за них держимся. Можно создать фермерское хозяйство, если будут фермеры, конечно. Земли раздали, а фермеру до лампочки. И к нему пришли, нанялись на работу, он заплатил, ушли. И он не будет нести эту социальную нагрузку. Может не нести. Но у нас и фермеры несут эту социальную нагрузку. Тоже молодцы. Потому что у нас такая политика в государстве. Ты, фермер, хочешь забрать вчерашний колхоз земли? Пожалуйста, с деревни, с производственными помещениями, доводи до ума работы. Вот политика на селе. И этим самым мы производим нужные корма для животноводства и прочее. Этим самым мы поднимаем, спасаем деревню, говоря философским языком, и даем работу людям на земле. Так должно быть. Это наша политика в сельском хозяйстве. Ну а что от этого всего району? Конкретно Крупскому почти полтысячи рабочих мест, налоги, развитие производственной базы, большая отдача от земли. Сегодня снимают 60 сантиметров с гектара. Раньше и не мечтали. Ну и ежегодно прибавляют по молоку и мясу. На производственной площадке работают порядка 450 человек. Средняя заработная плата 1450 рублей. Люди довольны, люди работают и стараются устроиться сюда для того, чтобы заработать. Помимо рабочих мест, где-то помочь комбайну, где-то техникум. Плюс, где-то, ну ни для кого не секрет, где-то, если надо, где-то какую-то дорогу или что-то помочь, там, дрова провести. Конечно, это все делается и это помогает. Это эффект, как говорится, по глобали, но за любыми показателями всегда люди. Главный агроном этой производственной площадки рассказывает, в чем соль его работы. Получается хороший урожай получать. Чтобы получался хороший результат, для этого нужно строгое соблюдение технологий. И о личном. Месяц-другой с женой и дочкой они переедут в новую квартиру. Стройка служебного дома уже на финише. Таким бонусом закрепляют специалистов. Для меня это очень вражающий фактор. Потому что по-любому нужно, ну, чтобы было свое жилье, получается, крыша над головой. Новый дом, все условия, газ, вода, комнаты большие. Вот, ну, мне все устраивает. Кстати, президент напомнит о поручении удешевить строительство жилья на селе. Эта идея впервые прозвучала в Гродно, она в силе. Пусть главной головной болью агронома будет, как выжить максимум из земли, а не бытовые сложности. Толковые кадры надо беречь, но и планка требований высокая. У нас полный бардак и разболтанность в кадрах. Надо сделать так, чтобы кадры, их движение были под контролем. Это не крепостное право. Но если мы хотим сохранить себя, спасти себя, это вопрос безопасности, это вопрос национальных интересов, это вопрос независимости. Кадры решают все. Вот-вот можно будет сказать, уборочная завершилась. Минская область уже сделала свой заметный вклад в национальный каравай. Два миллиона тонн зерна. Сколько нам осталось убирать? Меньше трех пациентов. Мы заточили всех зерно, зерно, зерно. Это его дело. Ему надо зерно, пусть кукурузу убирают на зерно. Но кукурузу надо посмотреть, чтобы был кукурузный силос. Он очень хороший на сегодняшний день. Просто не надо рвать когти для того, чтобы побольше, побольше зерна. И мы будем хвастаться, что у нас уже на одного человека больше, чем на одного. Когда в советское время было. Это нам не надо. Разумно подходить. Что касается одного из крупнейших переработчиков мяса птицы Держинский, это многоотраслевая компания. Всего восемь площадок в разных районах страны. Продукцию агрокомбината знают за рубежом, в России, Китае и не только. Но раз есть спрос, можно смело расширять производство, увеличивать продажи. Планов много. Строят активно от молочно-товарных ферм до новых заводов. В голове держат цифру выручки. Миллиард рублей к 27-му году. К 25-му году есть 4 инвестпроекта, которые уже в работе. Это строительство дополнительных птичников. Мы еще должны добавить 20 тысяч тонн мяса птицы. Плюс у нас заканчивается проект в Копольском районе. Это полный замкнутый цикл производства и выращивания и переработка мяса индейки, который мы будем запускать, я надеюсь, в декабре. Как раз президента пригласили, он сказал, приедет. Чем уникален этот проект? Это 500 мест рабочих для Копольского района. Плюс, естественно, для Копольского района это и выручка, это и прибыль. Так, много сегодня говорили о птице, но самих пернатых никто не увидел. У них строгий карантин. По территории птичников президент проедет на автобусе. Подробности строительства, конечно, интересны, но еще больше – говорящие цифры. Принимали было 700 рублей здесь заработаем, а сегодня 1400. Что тут скажешь, без финансов воплощать личные идеи в жизни сложно, но общегосударственные, тем более губернатор предлагает. Половину средств из инновационного фонда облсполкома направлять на финансирование инвестпроектов, таких как в Крупском районе. Здесь, например, собираются строить птичники и еще. Президент такую идею не отверг. Свой цех переработки, возможность на месте быстро получать качественную продукцию, смотреть, как работает такой современный – одно удовольствие. На агрокомбинате рассчитывают за три года наладить производство 110 тысяч тонн мяса цыплят, 6 тысяч тонн мяса индейки, 91 миллион яиц. Можно сто раз услышать, но лучше один раз попробовать. Я предлагаю попробовать рулет дворянский из окорочкового мяса курицы без нитратов, с натуральными специями, с морковочкой. Только натуральное, никаких нитратов в составе. Вот таким образом выглядит наша новинка. Переходим к индейке. Мы до сих пор разрабатываем этот инструмент. Да, это все индейка. Вот то, что ты мне когда-то угостил, очень хорошее. На память президенту подарок от местных умельцев. Соломенная мельница как символ труда и изобилия. Мы в знак уважения хотим действительно проподнести вот этот сувенир, который сделан руками нашего дома искусства. Президент будет храниться во Дворце независимости. Сразу поручил Александр Лукашенко. Можно только догадываться, о чем в этот момент думал президент. Может и о том, как выдержать сегодня в мировых жерновах. Трудности были и будут, но будем работать. Все перемелется. Наталья Бреус, Олеся Высоцкая, Иван Мартынович и Александр Олешко. Агентство теленовостей.